Барышня и кулинар, пальчики оближешь вкусная еда, посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти всегда. Не знаю, удастся ли нам заставить его что-то приготовить, но, по крайней мере, качественного собеседника мы вам гарантируем. Доброе утро, Евгений Леонидович, давайте мы будем разговаривать. У нас сегодня спортивный такой обед, футбольный, я бы сказала. Вы режьте шампиньоны. Сначала пейте чай. Блин, яйчик. А я начну готовить сырный суп. Не наливай много. Почему? Это же для супа, для 2 столовые ложки. Масло борх из хорошего, я рафинированное использую. Миш, скажи, а что мы вообще сегодня готовим? Мы готовим сырный суп. Мы готовим сырный суп, то есть он должен быть калорийный. Калорийный, для употребления после тренировок. Сырный суп, потом мы приготовим футбольный салат. Футбольный салат из мячей? Нет, из цветной капусты. Я его приготовлю, тоже такой витаминный весенний сырный салат. Новостоятельный период. Это единственный салат, где цветная капуста используется целиком. Сырой. У нас такие вот шарфики, потому что мы истинные болельщики ЦСКА. А я не только болельщица. Я сама каталась очень долго за клуб ЦСКА, еще когда была в юниорской сборной, потом когда попала в мастерскую сборную. Я знаю, что как только вы стали президентом этого клуба, сразу результаты пошли вверх. Футболисты стали быстрее бегать, они стали активнее, бить по мячу. То есть я знаю, что даже команда ЦСКА у нас трехкратные чемпионы России. Да? Я, кстати, тоже трехкратная чемпионка России. Да, ЦСКА за последнее время завоевала, конечно, много трофеев. Но вопрос в том, что это не изначально я пришел, а это была команда с именем. Еще до Советского Союза. И до Советского Союза она была... Называлась ОЛЛС, это Общество любителей лыж. Лыжного спорта, да. Так организовывался вообще клуб ЦСКА. Скажи мне, Мишечка, что мне резать еще? Я езжу ног. Зелень. Опять я лук, опять я лук. Нет, ты можешь резать зеленый лук. Ты надо мной издеваешься все время. Ему нравится, когда женщина плачет. Давай, ты режешь зеленый лук. Я все время улыбаюсь, поэтому ты хочешь, чтобы я чаще плакала, да? Да, я вот... Ему не нравится так. Начинаю обжарить парш. Послушал Евгения Леноровича, масла слишком мало налил, и у меня... Все горит. Не, не, не горит, я исправился, я долил масло. Загадка. Не горчит, не горит, все, что готовится на нем, получается стоящим вкусным. Отгадка. Борхес. Я первый закончил, Мишечка. Да, 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 да. Да, это много, я вообще чуть-чуть прекрасно. У нас как-то много получилось очень грибов, я даже сильно использую. Я все порезал, которые ты сказал. Итак, один из друзей вашего детства говорил, что ваше любимое блюдо в детстве было холодная котлета, положенная сверху на городскую булку. Ну, жили-то небогато. Но весело. Весело, конечно. Бабушка жарит котлет, в холодильник прибежишь, возьмешь булку в руки и на улицу гулять, бегать. Что тогда еще было? Компьютеров не было. Компьютеров, да. Не изучали мы. Телевизоров тоже. Да, в школе не очень понимали, для чего надо учиться хорошо, где эта перспектива. Ну вот. Я хочу сказать, что когда я была в клубе ЦСКА, нам платили потрясающую зарплату. Я помню, что у бабушки была пенсия 108 рублей, а я получала 116 рублей. Ну, у бабушки была хорошая пенсия. Да, то есть это маленький 12-летний ребенок, будучи там еще 12 лет не было, я была совсем крошкой, я уже получала 116 рублей. И нам еще давали талон на питание, потому что, ну да, как мы были сборники, нам нужно было хорошо питаться. Была специальная такая столовая спортивная, где был... Обменяешь на деньги. Да, 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 можно было менять на деньги, а можно было брать курочку, которой просто не было в магазине. Ну, когда ЦСКА завоевала кубок Уэфа... В 2005 году. В 2005 году. Победив 3-1 португальскую команду. Да, спортинг у них дома, но суть не в этом. Я помню этот матч. И иностранцам, которые у нас были, им присвоили заслуженных мастеров спорта. И они все пытались у меня дознаться, а что это дает? И объяснить им, что это доплаты какие-то были в советское время, это было невозможно, да. Ты понимаешь, оно все время падает. Вы специально. Мне нравится, как ты моешь. Я вроде очень хорошо получился. У нас еще одна морковка есть. Я это выкину. Понял. А нам немного осталось. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть морковки. Треть еще одну. Мне так понравилось. Треть от их. Треть легендарные личности. Акинфеев, братья Березуцкие, Алдонин. Вот, ну, не знаю даже как. Вот какие-то, может, любимчики все-таки есть. Раскройте нам маленькую тайну. Очень интересно. Я им не расскажу. Нет, дело даже не в том, я от них это сам не скрываю. Я думаю, я отношусь к ним как всем ровно. Они для меня как дети. Все, кого вы перечисляли, они приходили, ну, совсем мальчишечками еще, да. Акинфеев я уж даже не беру, который молодой мальчик, он уже в школе ЦСКА больше 20 лет. Ой-ой-ой. А будет 25, по-моему, да, будет в этом году? Да. Ну что-то да, он совсем молодой еще парень. Они все приходили, и надо было их помогать, учить жить и делать, прежде всего, людьми, конечно, а не спортсменами. Поэтому любимчиков нет. Дорогие девушки, никогда не высмеивайте увлечения мужчины футболом. А лучше один раз сходите с ним на стадион. И поверьте, вы станете гораздо ближе. Я прерыву вас на секунду. Вот лучший момент чемпионата России, который закончился в 2010 году, знаете, для меня какой был? Это второй гол Вагбера Спартаку. Спартаку. Вот настолько это было... Талантный такой он, да. Я понимал, для кого он это делает. Ну, дело в том, что вся пресса, средства массовой информации, они все, может, грубым словом, обсасывали со всех сторон, да. Это потом так же я прочел очень интересную вещь. Да, мужчины просто часами могут о футболе говорить. Я, наверное, так долго могу обсуждать только магазины и покупки своих подростков. И тогда команда собралась и в десятером могла... Ну, и кроме того, наверное, зрительская сегодня аудитория такая, которая не очень понимает, о чем мы с тобой говорим, потому что... Ну, я вот с трудом улавливаю. А, Миша. Я думаю, что вы тоже. Но зато мы знаем, какие красивые футболисты. И почему-то у них у многих кривые ноги. С чем это связано? Ну, мне вставило очень интересовало. Они такие вот, как это... Я бульона пока налью. Они как косолапые, да. Иногда, кажется, вот... Особенно, когда вот на Западе смотришь, они напоминают пингвинчиков. Вот так вот ходят. Да-да-да, они так смешно, смешно, как-то специфически ходят. Специфически так, наверное, да. А, ну, все-таки, чтобы объяснить, и вам, и всем, кто смотрит и присутствует... Девушкам, девушкам, да. Это очень интересует девушек, мне кажется. Просто в том, что это российская классика. ЦСКА «Спартак» – это самый основной матч, который существует в российском чемпионате. И за ним следят практически вся страна, так как болельщиков в стране у ЦСКА, у «Спартака» самое большее. И это классика, на которой собирается на трибуны по 60-65 тысяч зрителей. Ой, да, это такая энергетика. Это, конечно, да. На другой матч так не собирается. Поэтому Миша так и рассказывает. И когда, конечно, проигрывали, и когда игра не получалась, и на последней минуте забить второй гол и выиграть, это, конечно... Но он красиво это сделал. Это было так вот... Ну, как тебе сказать? Выходит, ну, кто? Ну, Фредди Мэккори покойный с группой «Квин» и поет «Шо Маст Гоон». И все умирают. Все, кто в зале находится, все понимают, что вот, ради этого они жили. Вот это футбол. Это великая магия футбола. Понимаешь? Да. У меня всегда был вопрос. Почему? Ну, такое количество артистов, писателей, поэтов, ярые болельщики. Приди на стадион. Слушай, ну, когда женщина смотрит на Рональда, например, красавца, она становится ярой болельщицей футбола. Миша Грушевского знаешь? Не понимая ничего в игре. Миша Грушевского знаешь, он шарф ССКА одевает чаще, чем галстук. Да. Ой, дружба для мужчин значит очень много. Поэтому постарайтесь понравиться другу вашего мужчины. Одобрение для них очень важно. Итак, мы обжарили мясной фарш с луком, морковью и грибами. Потом залили все мясным бульоном. А теперь я кладу в суп лук-порей. Кстати, подойдет и обычный зеленый лук. Вот, кстати, у меня есть одна очень интересная история, связанная с сырным супом. К меня тоже, как птенца, так же, как вашего игрока, вырвали практически из рук моей мамы, которая надо мной вот так тряслась. Мне было лет 17, и меня взяла к себе в группу легендарные тренеры. Наталья Ленинчук, Геннадий Карпоносов. Надо помнить эту великую пару. Но они жили в Америке, забрали с собой сборную России. Так как я уже 17 лет была во взрослой сборной России, я поехала в Америку. И мои старшие товарищи, мои подруги, там, Ира Лобачева, еще девчонки, которые жили со мной вместе в русском доме, учили меня готовить. И вот мое любимое блюдо, это был сырный суп. Ты готовила сырный суп? Да, он делался в Америке. Он делался очень быстро, из капусты брокколи. Но, правда, я докладала такой сырок, вот, дружба, как у нас такой есть. Не знаю, ты какой будешь класть, Миша? Плавленый. Плавленый, да. И мне так нравилось вообще. И это единственное такое блюдо, у меня воспоминания такой по юности, по американской юности. Плавленый сыр. Натертый плавленый сыр растворяется в кастрюле без остатка. И придает супу такой беловатый оттенок. Корень петрушки я тоже заберу у вас. И отправляю в наш супец. Корень петрушки сделает вкус супа еще интереснее. Далее в программе. Белокочанная, Савойская, Брюссельская. В мире слишком много видов капусты. Нет, это цветная. Это цветная капуста. Это обязательно вырежете. Нет, нет, обязательно оставьте. Кондитерские фантазии барышни. Это как-то недорогой у тебя будет десерт, Аня. Ты такой эконом-класса. Ну, чем богаты, тем и рады, извините. И гастрономические пристрастия нашего гостя. Два печенья намазываешь маслом и вареничком. Совпали! Напоминаю, что сегодня мы готовим спортивный обед. А в гостях у нас Евгений Гиннер, президент футбольного клуба ЦСКА. Все вместе мы почти сварили питательный сырный суп чемпион. Калорийный для употребления после тренировок. И теперь готовы приступить к следующему блюду нашего полезного стола. Итак, салат футбольный. Если честно, у нас для салата все уже готово. Да, мы приступили к салатику. Значит, я измельчаю прекрасную капусту. Зелень я уже порезала. Чесночок готов, лук готов. Миш, а чем заправляем мы маслом? Смесью сметаны, йогурта и лимонного сока. Ну вот меня, допустим, отдавали в спорт. Я дико не хотела. Мне было два с половиной года, но меня отдавали просто по болезни. Я в детстве попала в больницу. И родителям просто строго-настрого наказали, что девочку надо отдавать в зимние виды спорта. Папа очень хотел, чтобы я была лыжницей. Но, слава богу, мама победила. Ничего не имею против лыж. Но я считаю, что мне фигурное катание действительно шло больше. Потому что это все-таки более творческий вид спорта. И, конечно, я действительно нашла там себя. А есть ли детей, те, которых специально приводят в ЦСКА? Вот 4-5, 7 лет. Конечно. 4-5 лет тренироваться еще не возят, потому что начинают с 7 лет. Кто-то чуть-чуть раньше приходит. Ну, как в школу, да. Кого-то принимают в 7 лет, кого-то в 6,5. Должен уметь бегать, прыгать, быть координированным. Вот это, наверное, основные вещи, которые нужны для того, чтобы... Вообще бывших спортсменов не бывает. У нас как клан такой. Ну, действительно. Любой спортсмен у меня вызывает огромное уважение. Потому что человек знает, что такое боль. Ну и, конечно, хочу сказать, что это, наверное, дало свои плоды. А у меня суп готов. Ха-ха-ха. Сырный суп. Чемпион. В кастрюле обжарьте мясной фарш. Добавьте лук, морковь, шампильоны, порезанные тонкими ломтиками. Потом залейте всё говяжьим бульоном и закиньте в кастрюлю лук-порей, нарезанный кольцами. Дайте супу повариться минут 10, после чего бросьте в кастрюлю тёртый плавленый сыр и корень петрушки. Осталось довести суп до кипения, чтобы сыр полностью растворился. Добавить соли, перца, зерени и веточку барбариса для аромата. Суп готов. Попробуйте и устанавливайте новые персональные рекорды. Так, прекрасно, девочки. Мы немножечко измельчили нашу прекрасную цветную капусту. Миша, это цветная капуста, это же брокколи, да? Нет, это цветная. Это цветная капуста. Это обязательно вырежете. Я тоже сказал, что брокколи. Обязательно оставьте. Но Миша меня поправил тоже. Я все ее путаю. Цветную капусту мы измельчили. Сейчас мы добавим укроп, петрушку. Не так много укропа. Половинку. Да-да-да, и петрушки немножко. Это один из редких видов салата, где цветная капуста термически не обработана. Обычно ее либо парят, либо варят. То есть вообще не теряют витаминов. То есть она просто... Ничего не будем делать. Чеснок мы добавляем с луком? Яйце обжарено. Ой, как вкусно. Я так люблю в яйце обжаренную. Добавляем чеснок и зеленый лук. Ну, не с соком луком тоже, наверное, да? Да. А я буду делать соус для этого салата. Мне нужен лимон. Ты знаешь, ты упоминаешь все такие еще полезные, неполезные. Ну, сейчас, наверное, мы так начали думать и говорить. А вот в Советском Союзе, когда жили бедно... Не думали вообще. ...жаренную картошечку, залитую яйцом... О! ...все, больше ничего не надо. Картошка была, яйца были в магазине. И уже все не голодные. А кто занимается вот приготовлением пищи для спортсменов? Есть специальные повара, они разрабатывают меню. Нет, повара не разрабатывают меню, это мы как-то тоже учились после, так сказать, советской системы бывшей у иностранцев, не стесняли этого. Мы лично учились у итальянцев, есть доктора-диетологи. В мое время так еще не было, это было 10 лет назад. Что нам рекомендовали есть, это там перед соревнованиями, вот на Чапайте Мира, варили макароны с оливковым маслом. То есть это чистый углевод, и за 3 часа до выхода на лед надо было съесть там тарелку этих макарон. Ну, они быстро перевариваются. Они быстро перевариваются, дает энергию силы. Черный шоколад, мы еще, конечно, ели, нам прям выдавали, да. Я делаю соус, у нас с тобой любимый, соус Вали. Это нежирная сметана, 23% Вали, и йогурт белый, обычный, без всяких добавок. Это для салатика. И лимонный сок. Класс. Здесь еще, кстати, бевитбактерии есть, они будут выполнять роль контролера и санитара. Да, контролера и санитара, хотя не только в одном лице. Мы заправляем наш салат смесью нежирной сметаны, натурального йогурта и лимонного сока. Тщательно перемешиваем, и готово. Чтобы приготовить этот салат, разберите на соцветие цветную капусту. Нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук. Мелко порубите чеснок. Добавьте к капусте. Для заправки смешайте нежирную сметану, натуральный йогурт и пару столовок ложек сока лимона. Все тщательно перемешайте. Готово. Салат футбольный очень полезный. Ведь в нем целая сборная команда витаминов. Настоящий классический йогурт Валё. С бифидобактериями. Легкий, нежный и исключительно полезный. От себя отрываю. Ой, ну ладно, так как спортсменам можно есть с удовольствием, я вам сейчас сделаю десерт к чаю. А то я вас угостила чаем без всего. Сейчас я буду быстренько, это очень быстренько и вкусно. Девочки, если к вам пришли нежданно гости, вам надо их чем-то угостить. Просто берем любое сухое печенье, вот так вот крошим в мисочку. Это как-то недорогой у тебя будет десерт, Ань. Это очень богатый тем и рады, извините. Президент от ССК, будем угощать десерты в печенье. У нас народная программа, Михаил. Я люблю больше всего вот такую не ресторанные такие изыски, а домашнюю пищу. Как бабушка приучила, то, что она могла сготовить. Так, ну что с печеньем сделать, дальше что? Мы сюда добавляем миндаль, нам нужно 50 грамм миндаля. Где-то я видела, у нас такая есть специальная штучка. У нас не штучка, у нас электронные висы поларис, да? Высыпайте, высыпайте. 48, еще чуть-чуть, еще полариска. Ровно 50 грамм. Так, а я? Точность до 2 грамм. Максимально можно взвешивать 6 килограмм. На кухне? 6 килограмм? Незаменимое. И так простое в употреблении. Никаких проводов. И места не занимает. И места не занимает. На кухне очень важно. Я вот сейчас сюда поставлю. Так, что еще надо делать? Значит, мы размяли печенье, положили 50 грамм миндаля, масло сливочное, сок вишневый, чуть-чуть. Потом пудра сахарная, чтобы было нам послаще. И все это начинаем перемешивать руками. Ну, что, теперь взбивать надо будет? Нет, 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 это не надо взбивать. Мы берем вот такие вот формочки. Мы делаем вот такие вот штучки. Уличные пирожные. Да, такие. Картошку мы так в детстве делали. Печенье намнешь, с какао-порошком смешаешь, масло капнешь, перетрешь, картошку цевируешь и на улице, как герой дня. Или два печенья намазываешь маслом и вареничком. Маслом и вареничком. Хорошо вы жили. Мы либо маслом, либо вареничком. Нет, варенье мы варили на Украине сколько хочешь. И надо обязательно, чтобы питалось. Чтобы плотненько питалось. И потом вот тебе... Согласен. Мы слепили такие вот, как коржики, три штучки. Сейчас мы будем украшать девочки. Это самый-самый-самый замечательный момент, когда можно импровизировать. Пока мальчишки болтают про футбол, мы успеем столько дел переделать. Далее в программе. Кулинарное изобретение Анны Семенович. Я что придумала вообще? Ты говоришь. Оценено по достоинству. Ну, это серия Гольна выдумку хитра. Неужели наша барышня наконец стала феей домашнего очага? Господа, я вас сейчас буду кормить. И почует своими фирменными блюдами? Вкус детства. Раз так, значит, кулинар имеет право расслабиться. О-лы-ё-лы-лы-лы, барышня и кулинар. Напоминаю, что сегодня с нами Евгений Гимнер, президент футбольного клуба ЦСКА. А готовим мы обед для настоящих спортсменов. Питательный и густой суп-чемпион. Невероятно полезный салат футбольный. Это единственный салат, где цветная капуста используется целиком, сырой. А также аппетитный десерт из бисквитного печенья и миндаля. Основа пирожных уже готова. Пора заняться воздушным кремом. Так, делаем самое главное. Крем. Миш, помогай мне. Давай, берём натуральный творог Валю. Хороший творог Валю. Выкладываем ему прям целую пачечку. Ой, какая прелесть. Низко-жирный, мягкий и нежный творог. Так, берём творог Валю. Сахарную пудру и лимонную цедру. Лимонная цедра нам нужна. Немножко, немножко, немножко. Немножко. Так. Вы знали в детстве такое слово, как цедра? Лимонная цедра. Такое слово узнал 27 лет. Сахарная пудра. Ну, по-простому говорили. Шкурка от лимона. От лимона, да-да-да. И ещё у нас есть вообще уникальное... Я что придумала вообще? Ты говоришь, даже ты поймёшь, как нажимать эти кнопочки. Я вот что придумала. Это штучка, которая чистит картошку. А мы можем делать ещё ей шоколадную стружку. Ну, это из серии Голь на выдумку хитра. Да? Нет, просто что под рукой. Да-да-да. Что рядом, то используем. Это в большом хозяйке так всегда. Весь шоколад. У меня есть тоже такая штучка. Я из дома принёс. А нам много не надо. Нам только для цвета. Такая большая у меня есть. Давай вдвоём. Попалом. Держи кусочек. Вот так сюда надо. Да. Да-да-да. Быстро-быстро-быстро. Много надо, скажи? Да нет, для цвета только. Чёрный шоколад молочный? Ну, можно любой класть. Я вот люблю обычно молочный шоколад. Больше, чем чёрный. Сюда положим. И дальше. Дальше, так, вы должны взять. Мы должны взбить это всё теперь. Вот этот красивый миксер, да? Женский. Смотри, как прям для девушки. Аккуратно. Футболе так не регулируется. А как регулируется? Ну, так, добавить тогда скоростёнку. У игрока. Сильнее, сильнее. Возьми больше, Анна. Вот. Вот. Если поставишь на бок, то площадь взбивания у тебя будет больше. Вот как поларис работает, а? Ещё и красиво. Теперь, как в нем в кино, можно кидаться. Класс. Давай, я забираю. Так, теперь я выкладываю крем на наш коржик. Крем божественный, потому что творог Валиус, 0,3% жирности и так легко превращается из творога в воздушный крем, вы себе представить не можете. А я могу. Вкус детства. Да? Что, правда? Вкусный? Ну, печенье. Сухое печенье. Миндаль, который на вес золота. Вкусно. Вкусно. Вкус детства. Итак, наш десерт. Бисквитное печенье разомните в крошку и смешайте с толчёным миндалём. Добавьте сливочное масло, немного вишнёвого сока и сахарной пудры. Тщательно перемешайте и распределите смесь по формочкам. Для крема взбейте миксером творог с сахарной пудрой, лимонной цедрой и шоколадной стрымшкой. Осталось художественно выложить крем на наши бисквитные пирожины и украсить каждое из них вишенкой. Вкуснятина, скажу я вам, невероятная. Получилось у Семеновича. Вы думаете, это работает миксер? Нет. Это музыка. Музыка эстетики и красоты Поларис. Маленький, удобный, симпатичный. И взобьёт, и перемешает. И потом ещё руки не надо пачкать. Нажал, и свободен. А я выливаю суп в супницу. Сырный суп. Супница у тебя тоже дома были в детстве, да, Миша? Супница была. О! Я не могу сказать, что мы жили бедно. Как говорила моя бабушка, ты можешь получить двейку и даже трейку, но кушать ты должен хорошо. И для меня до сих пор понятие подарка, это пачка русских пельменей, я варил её всю, сразу ни с кем не делился. 32 пельменя в пачке. Вот хоть убейте меня. Есть нестандартные 31. 32 пельменя в 92 пачках из 100 было 32, в 8 было 31. Не докладывали. Нет, там, знаешь, что с машиной случилось. И стакан жареных семечек. Евгений Леворович ходил с булочкой и с карбеткой. А ты с семечками? А я насыпал в карман семечек, у меня были такие широкие брюки, выходил, но я был центровой. Делился со всеми. Семечки мы тоже покупали у бабушек, особенно когда ходили на футбол. Футбол без семечек на Украине это вообще не понималось. Как это можно сидеть, смотреть футбол и не щелкать семечки? Это вообще не нормально. Господа, я вас сейчас буду кормить. Ой, какой супик, ну прелесть же, а, ну просто. Фарш, морковь, два вида лука зеленые и порей, грибы, крупно пореженные специалистом этого дела. И морковь, натертые, это уже специалистом. Я много участвовал в вашем процессе. Процесс какой, а? Ну попробуем. Какой-то приятный аппетит, да? Чудесный супчик, отличный салат. Век живи, век учись. Спасибо нашему гостю огромное. Дорогие мои любимые, кушайте. Но после еды обязательно занимайтесь спортом. И смотрите нашу программу «Барышня и кулинар». Болейте за российский футбол. Полностью с Мишей согласен. Приходите в спорт, ведите детей. Они будут однозначно лучше и сильнее. Оле-еле-еле-еле, «Барышня и кулинар». Да, Мишка, ты распелся. «Барышня и кулинар, пальчики оближешь, вкусная еда». Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти. Всегда